середина лета 5 июля я очень люблю вот так полежать на креслице она у меня ложится очень хорошо то есть я практически в гамаке только более устойчиво и вот когда я смотрю прямо перед собой а такое ощущение что уменьшить вот здесь вот так вот так вот лучше видно что деревья надо мной наклонились они надо всеми наклоняются кто лежит в лесу а я живу в лесу и я лежу в лесу каждый день и наслаждаюсь вот этой неземной красотой я очень не люблю когда блогеры почему-то записывают свои ролики на камеру которая стоит вертикально потому что горизонтально получается во весь экран на компьютере а не только на телефончике и думала что мне придется сейчас перевернуть камеру как бы мне этого не хотелось но вот просто уменьшив отодвинув изображение я наверное смогу вам показать то что я хотела бы показать вот прямо по центру дерева смотрите какое шикарное там из одного основания растут три ствола и когда сейчас мы поближе подвинем теперь и когда они подрастают они вон там дважды перекрещиваются один раз потом другой раз такое удивительное дерево и еще у нас есть два дерева вот здесь вот они вот такие вот опять переключаем извините подвергать вот вот это дерево хочу показать вот они тоже два рядышком рядышком там не один ствол там два самого начала но корни точно переплелись они вот так растут 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 а здесь решили друг другу в любви признаться и вот так переплелись удивительные удивительные деревья меня окружают а вот это вот а вот это дерево смотрите какое оно ровное какое шикарное ровное вот говорят что он стройный как кипарис а еще говорят как тополь вот это у нас тополь но необыкновенный тополь какие мы привыкли с вами видеть у меня в сибири во всяком случае этом тополя даже не любила потому как тополиный пух жара июль это вот сейчас то самое время и я вижу по температурному режиму что в омске жарища и уши и глаза и нос все забито этим тополиным пухом а у меня вот такой тополь и он тополь сейчас вспомню слово тополь тюльпан тополь тюльпан я сначала эти цветочки нашла по дороге по которой мы гуляем в горах а потом прямо у себя рядом с домом у нас там еще тополь есть там где у нас жаровня стоит не жаровня гриль на улице вот рядом с ним эти цветочки оказалось что у нас вот такие шикарные тополя стройные красивые я так думаю что веток на этом дереве нет до самой макушке почти потому что им тут темновато вот много вокруг деревьев а крона там шикарная а крона там шикарная и там цветут вот такие цветочки сейчас уже поздновато мой собственный цветочек показывать но я где-нибудь в интернете найду фотографии и подставлю как удивительно это дерево цветет их не очень много цветочков они есть и они на самом дереве почти незаметно если вы не знаете что это тополь тюльпанный то вы никогда и голову не поднимите не начнете их там разыскивать а если вы видите на полу что упал такой цветочек кажется ему падать неоткуда поднимите голову весной найдите эти цветочки а у меня вот они вот тут вот тут вот при такой неземной красоте божечки хорошо в палец мой заглянулся божечки хорошо то как и я сегодня сняла цветы удивительные сейчас я их сюда поставлю так красиво я живу и надо мною деревья оклонились как всегда у нас расцвела тигровая лилия божечки моя какая красавица я ее когда-то рисовала мне так нравится этот цветок и вот этот белый еще вот такие я вообще не ожидала что они здесь расцветут потому как солнца практически нет и они слабенькие и такие огромные цветы сейчас я ладонь подставлю чтобы было видно какие они большие вот 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 так вот вот она красавица вот такая вот прелесть какая опс не падает не падает не падает держаться развязалась сейчас привяжу и беленькое чудо как хорошо да и там он привязал а я вот лезу тут везде царапось начало августа у нас вот такое чудо расцвело вчера вот этот цветочек расцвел шикарный шикарный я немного подождала когда второе расцветет вот он распрямлялся вот так вот был завернут здесь завернут завернут вот так вот был развернулся божечки мои родные что же происходит вот такой у нас красивый цветок рядом с умирающим каким-то страшненьким конечно но я тут не рулю совсем я только восхищаюсь неземной красотой которая периодически здесь возникает вот это цветы не из нашего сада этот куст я сняла просто перед почтой никогда раньше таких цветов не видела вот остановилась и засняла а потом стала достаточно часто их встречать на нашей территории вот в оклахоме таких не видела а это наши калибри вон там висит поилочка кормилочка и у нас с джеймсом тоже были поилки для калибри в оклахоме но мы покупали специальный такой сиропчик розовенький разводили его и я им вывешивала но они прилетали ну не столь активно как здесь и я не могу сказать что здесь больше потому что лес в оклахоме их тоже очень много и я видела у других подруг что и прилетает и 2 и 3 одновременно у нас реденько я чаще встречала их на цветах чем на нашей поилке лэри делает вот этот раствор сам причем альбиночка вот приезжала это уже спросила у него рецепт потому к на к на сиропчиком тоже пользовалась он добавляет к одной части сахара 4 части воды вот так вот все получается а наши калибри очень любит эту водичку и там инструкция написано что каждые три дня надо менять и когда-то он меньше половинки туда размещал а теперь полную наливает они дня за три выпивают то есть теперь у нас и 2 и 3 и бывает так что одна другую выгоняет чего бы вам не пить сразу из трех рожков вот в этой поилочке у нас три рожка а где тем моим уже дважды залетала калибри прямо в гараж и залетит они туда знают как а вот вылететь не получается и поэтому сосед всегда прибегает на помощь сачком потому что птичка то малюсенькая крылышки у нее нежненькие вот они сачком ее там вылавливают и выпускает на свободу я даже не знаю у нас есть сачок или нет потому как нам пока не залетала надеемся что не будет вот кормушечка рядом лежит а дверь то у меня почти всегда в гараж тоже открыт он мои соседи идут на прогулочку вот так мы живем в этой эре кто-то спрашивал прошу который бывает во время записи эта машина просто мимо проезжает тяжелее то многие сюда приехали а зимой многие многие дома пустуют несмотря на то что жить в этой эре дорого но люди себя балуют люди себя любят и ездит в эту курортную зону отдохнуть а с вами была голена смесь сегодня самый лучший день всего доброго пока пока